Автомобиль это в первую очередь свобода. Даже если у вас совсем немного времени, но под рукой четыре колеса, то вполне можно придумать себе приключения. Главное в рамках правил. И мы на Volkswagen Tiguan отыскали вполне себе интересные места недалеко от Минска. Главное было бы желание. И отличный автомобиль путешественник. Лето у нас в самом разгаре. Дачный сезон открыт. Период путешествий торжествует. Вот и сегодня мы отправляемся в путешествие на новом автомобиле, который вобрал в себя элементы спокойствия Тигра и ловкости Игуана. Это новый Volkswagen Tiguan 2013 года. Итак, поехали. Volkswagen Tiguan привлекает внимание при первом появлении на горизонте. Здесь есть на что посмотреть. Устремленная вперед с острыми гранями фронтальная часть автомобиля подчеркивает его динамику и серьезный настрой. Дизайн салона Volkswagen Tiguan выполнен в строгом немецком педантичном классическом стиле. Он легко узнаваем, практичен, а главное удобен. Все находится на своих местах, все регулируется и можно все поправить так, как необходимо человеку, который едет на дальнее расстояние, то есть путешествие. Удобная поддержка сидений боковая, поэтому, безусловно, вам будет приятно находиться в этом сидении долгое время. Регулируемые подлокотники, а также все необходимые кнопки, которые интуитивны и понятны. Единственное, чего бы хотелось добавить в этот автомобиль, так побольше новомодных электронных гаджетов. Однако в этой версии их не так много, но они доступны в других вариациях автомобиля. Всего варианта автомобиля аж целых 4 штуки. Поэтому каждый сможет купить такой, какой ему понравится, в зависимости от бюджета и в зависимости от пожелания. В области комфорта и практичности Tiguan может похвастаться массой настроек. В нашей поездке они весьма пригодились. Для того, чтобы в дороге чувствовать себя комфортно, мы настроили руль, сидение и подлокотник. Кстати, создалось ощущение, что немецкие конструкторы уделили больше всего внимания именно подлокотнику. Почему? Максимальное количество регулировок в данной комплектации. Белорусские автомобилисты уж точно оценят. Меломанам-путешественникам комплектация Trend & Fun хвастает лишь самым необходимым. Радио, CD-проигрыватель с возможностью воспроизведения формата MP3, а также опции подключения телефона. В общем, в пути скучать совсем не придется. Для того, чтобы не отвлекаться на сторонние звуки, конструкторы предусмотрели отличную шумоизоляционную систему. Именно поэтому наши громкие эмоции в ходе поездки не выходили за рамки салона Volkswagen Tiguan. Кстати, о масштабах салона. Tiguan на своем борту обеспечит комфортный проезд четырем взрослым пассажирам. Спереди очень свободно. Сидящие сзади также отметили, что их колени никак не упираются в переднее кресло, а над головой есть свободное расстояние. Для дополнительного удобства можно настроить спинки задних сидений под углом наклона. Для того, чтобы мы не растеряли наши гаджеты, ключи, документы и остальные приятные мелочи, в Tiguan предусмотрены многочисленные кармашки и ниши. Не потеряется ничего. Главное – не забыть, где и что лежит. А если бы мы решились продолжать наше путешествие с традиционными шашлыками, палаткой и бадминтоном, то багажник с объемом 470 литров вместил бы все необходимое. Что касается крупногабаритной перевозки, то в салоне Tiguan можно организовать ровный пол, сложив заднее сидение. И тогда в нашем распоряжении целых 1510 свободных литров, которые можно загрузить по максимуму. Пространство также экономят и элементы фальш-дизайна. Запасное колесо находится в специально спрятанной нише, а домкрат расположен слева под задвижкой. Для дополнительных грузов, например, лодки, на крыше у Tiguan установлены рейлинги. Если в пути вам захотелось немножко отдохнуть, а рядом отеля или гостиницы не предвидится, то вы можете организовать себе спальное место прямо здесь, в автомобиле, сложив заднее сидение и организовав дополнительное пространство. Это удобно и весьма практично. На дороге Tiguan ведет себя уверенно, спокойно и цепко. Именно так, как и заявлено в названии. Передний привод весьма эффективен во вне городских условиях. Шестиступенчатая механическая коробка работает плавно и без надрыва. Большинство дорожных сюрпризов не страшны этому авто. Дорожный просвет составляет достаточное для штурма бордюров и сугробов 20 см. А энергоемкая подвеска работает на все 100%. Серьезные колдобины – не проблема. Однако мы не забывали о том, что перед нами кроссовер, но никак не вездеход. Перед преодолением препятствия мы просчитывали и продумывали свои действия. Что касается города, то и на асфальте Tiguan ведет себя так же хорошо и подготовленно. Экономично турбированный двигатель объемом 1,4 литра выдает 122 лошадиные силы. По заявленным характеристикам расход автомобиля составляет 5,5 по трассе на 100 км и 6,5 литра в смешанном режиме. Как говорят многие туристы, мы смогли и себя показать, и на других посмотреть. Радует, что рядом с нами все это время был и наш скромный, но весьма харизматичный Volkswagen Tiguan. С ним наше путешествие было обеспечено при любой погоде. К сожалению, на сегодня все заседание. Будьте внимательны и не забывайте повторения, мать учения. Это я о правилах дорожного движения. До встречи на телеканале СТВ в четверг. Редактор субтитров А.Семкин